Привет! Думаю, меня видно. У меня времени мало, мне надо погладить еще. У меня пару часов всего лишь. И попробую записать видео и погладить тоже. На сайте увидела для мальчишек кофты с цветочками. Но я их заказала, я потом покажу. И решила сделать такой партнер-лук. Себе тоже заказала. Он уже с другого сайта. И вот такую кофту с цветами. У мальчишек тоже. Ну, наподобие. Потом покажу. Что меня заставило сегодня записать видео? Сегодня 5 лет, как я приехала в Германию. Как это было? Было тяжело, было трудно. Да, сначала я этого не понимала. И это я сейчас только осознаю, как я приехала сюда. Как вообще я здесь оказалась и что со мной происходило. В первое время я вообще не понимала, что со мной происходило. Что в общем происходит. Итак, переезд в другую страну. Одной. На постоянное место жительства. Как это вообще? Ехала я сюда с радостью. Такая новая жизнь. Замуж я так хотела. Там, но замуж. Сколько мне тогда было? 29 лет. 2019 год. И я прям умирала, горела этим, чтобы не надо выйти замуж. Вот я ехала. Радостная свадьба. Мы тут играли. А свадьба потом построила. И я себя настроила так, да, что мне никто не должен. Я никому не должна. Про отношения с игрой. Я думала, полюбит, полюбит, не полюбит. Она мне ничего не должна. Я не должна никому нравиться. И она мне тоже не особо не должна нравиться. И чтобы сложиться хорошие отношения, я буду только рада. Я очень, правда, хотела, чтобы она мне заменила маму туда. У меня с мамой очень хорошие отношения. И, конечно, мне не хватает здесь. Я знала, что это так и будет. И я хотела бы ее идти, найти маму, заменить себе маму. Мы, например, с мамой очень часто ходили по магазинам, в кафе, как-то ездили. Да, я думала, что у меня получится так же, да. Но нет, такого не вышло. Отнеслись ко мне нормально, да. Но как вот поступать? Приезжали в чужую страну, в чужой дом. Даже своего будущего мужа я особо-то не знала. Я была с ним мало. Знакома я давно с ним была. Но мы не жили вместе, не общались, не встречались. Да, вот так собрала документы и приехала к нему. Все. Как себя вести? Непонятно. Утром просыпаешься, он там на работу ходит, да. Ты дома. А что делать? Как себя вести? Как из комнаты выйти? И я, короче, убиралась. Я постоянно убиралась. Я занималась уборкой. Зачем я это делала? Не знаю. Был еще такой момент, что до кухни меня, например, не допускали, а мне так хотелось что-то приготовить. Но моя часто готовила, мама всегда мне говорила, учись готовить, ты должна уметь готовить. Вот замуж выйдешь, чувстве крови скажет. Вот что они скажут, если ты не умеешь готовить? Мама, все равно сказали, сказали, что я не умею готовить. Она говорит, ну тебе еще повезло, Оксана хоть яичницу может приготовить, а то там у нас родственники вообще, она яичницу даже не могла готовить. Блядь, пиздец. И все, и вот так вот покатилась. Сразу сказали, на кухню не заходи. А я все-то сначала не поняла, почему она мне так говорит. А потом до меня дошло, что она сделала вывод, что я не умею готовить. Была такая ситуация, что сразу мы когда познакомились, она говорит, а ты кушать умеешь готовить? Я говорю, да, но дома я не готовила, потому что я постоянно была на работе. Я жила с мамой, я была постоянно работала, у нас готовка занималась мама. Я готовила на выходных, да. И, короче, дальше никто слушать не стал. Сделали вывод, что я не умею готовить. И вот так вот. И, в общем, начали меня очень готовить. А где-то говорят, что я там это не умею делать, я не умею делать. Поправляют, наставляют. Сначала я так улыбалась, улыбалась. И все было прекрасно. С мужем отношения, как у меня, сложились. Ну, можно сказать, никак не сложились. Кстати, тут у меня была подруга, которая познакомила меня с мужем, которая помогла мне сюда приехать. Ну, как? Помогла? Не знаю, может, помогла, не помогла. Где-то, может, советами. Но на тот момент, когда она сюда приезжала в Германию, совсем все было по-другому. Я уже первая, все было по-другому, все эти документы. И поэтому я не знаю. Ну, где-то, конечно, была ее помощь. Но когда я сюда ехала, я еще наделась на нее, что она будет такой моей такой разгрузкой, да, моим таким родным человеком, которого я знала очень давно. Мы с ней с 10 лет знакомы. 10-11 лет, да, мы с этого возраста знакомы с ней. И я к ней кости призвала, все прекрасно было. Я надеялась, что так и будет все. Что там бы не происходило у меня в семье. Она эту... Ну, видя ее, разговаривая с ней, да, мы же сплетничаем. Хотя я сразу говорю, не надо так делать, не думай. И мне будет легче. В первое время мы часто куда-то ездили все вместе. Но потом нас как-то только отстранили. Всегда отказывали, когда мы куда-то их звали. Хотели к ней в гости приехать, к моей подруге. Но всегда отказывали, да. И это вот такой момент был тяжелый. Я приехала в марте. И в июне я пошла на курсы уже языка. Ну, а, про отношения с мужем. Да, по идее, никаких таких отношений ничего не было. Он, считай, не понимает, как вообще вести себя со мной. Я не понимаю, как мне вести с ним. Как это вообще жить вместе. Что делать. Как разговаривать, о чем. И он себя так ведет, да. Он как привык один, так и ездил. Пойдем куда-то сходим. Нет, не пойдем. Он не гуляет пешком, не ходит. В парки не ездит. Так вот он соглашался ездить. Когда мы общались с моей подругой. К ним вот в гости ездили. Потом куда-то могли в парк поехать. Погулять. Все. А так вдвоем он никуда не хотел уйти. За телефоном, в телевизор. Вот это его было. Я долго не могла провести. Не знаю. Хотелось обратно. И опять какие-то соберушки. Собираемся. Я не могу в их компанию выйти, потому что это взрослые люди. Тетя, дядя. Моя подруга с ними... Ну, она давно в этой семье. И она... Как-то она хорошо с ними общалась. И пошли вместе покурили, выпили. Я как не могу. Хоть... Я на тот момент еще и курила. Но я не могла с ними, да. И выпивать я тоже с ними не могла. Это взрослые для меня люди. И я-то, получается, как жена сына. А моя подруга, это жена брата. Это у нас совсем по-другому идет, да. Вот мы и провестники с ней. Она с ними по-другому общалась. Для меня это все взрослые люди. А мне еще тогда хотелось что-то ему готовить. Мужу, да. Чем-то его вкусным баловать. Оказывается, не надо было. Надо было бы проще, да. Что... Он мне всегда называл бургеры покушать, там, лаваш. А я никогда такую еду не ела. Я ела, но очень редко, да. Я не любительница такой еды. И где-то кушать. И мне для меня дома покушать. Домашнее еду. Что-нибудь легкое. Эти макдонлард. Я ненавижу. С того времени я ненавижу макдональдс. Постоянно не кушали эти макдональдс. Мы в какой-то город едем. Ну, знаешь же, в макдональдс какие-то там цены. И уже как на какую-то сумму рассчитываешь. Самое что, макдональдс. Пришли в макдональдс. Я не могла это кушать. Я уже стала кушать эти булочки. Эти ужасные булочки. Потом я уже начал салаты заказывать. И вот макдональдс. У нас была, кстати, такая возможность пожить самим неделю. Нас родственники попросили за домом последить летом. И мы тогда сами пожили. Конечно, это было совсем другое. Когда живешь отдельно. Бабушек, дедушек, маму. И это совсем другое. Мне всегда хотелось так забеременеть. Я хотела очень быстро забеременеть. Потому что я думала, что мне 29 лет. Уже поздно там. А смогу ли я вообще родить? У меня в общем по-женски проблемы. И меня это настораживало. Крастальными все так говорили. Надо родить. Надо родить. Быстрее. И я забеременела. Но у меня оказалось, что будет художить. Через 3 месяца. И может даже раньше было. Но узнали мы это через 3 месяца. Причем мы всем рассказывали об этом. Такие радостные были. Но я не думала, что будет какая-то проблема. А потом, когда это случилось. И идешь на улицу. Кто-то из знакомых встречает. Спрашивает. А как вы? А что-то не видно, что вы растете. А там никого нет. Все почистили. И было, конечно, неприятно. И еще я узнала, что вот такие вот моменты. Потери. Как выкидыш. Потом мой муж потерял дедушку своего, который заменил ему отца. Его не стало как раз в первый год нашей жизни. Мужчины очень тяжело переносят. Прям очень. Хотя тоже у меня была ситуация. Как раз вот этот первый выкидыш был. И в этот день я узнаю, что у меня дедушка умер. И пережила же нормально. А мужу он очень тяжело. Это, конечно, все переносил. И он прям вторую беременность очень боялся. Ну, так получилось, что женская хитрость сработала. И я забеременела второй раз. И многие сказали, очень мало времени прошло. Мы не боимся, мы чем-то так сделали. И... Но уже я, когда второй раз забеременела, я, в общем, боялась всего. Я боялась ходить. Я только лежала. Я боялась убираться, что-то делать, куда-то ездить. Но я ездила на занятия, да. И я как раз учила язык. У меня был момент, когда я, наверное, хотела бросить. И я мужу говорила, я брошу, мне тяжело. Я думала, что это может быть причиной выкидыша. То, что я постоянно по автобусам ездю, нервничаю. Я говорила, я не хочу учить немецкий язык. Я буду дома лежать. Но нет, все-таки я сдала. Сдала с первого раза, и все нормально. И... С большим пузом ездила на занятия. Так вот мне постоянно тошнило. Ну, в автобусе. Не то, что постоянно. Нормальная беременность, по идее, протекала. Ну, были боли какие-то, да. Если что-то случается, я сразу ехала в больницу. Пока там в этой больнице посидишь, дождешься своего... Свою очередь. И уже все проходит, уже все хорошо так. Ну, в общем... Второй раз все нормально закончилось. И уже, когда было... А, и вот ребенок родился, и опять все это началось накапливаться. Начали ко мне лезть с советами. А у меня все копится. А я терплю, терплю. Домой прихожу, плачу. Начинаю мужа выговаривать. И в один прекрасный момент... Мне сам скажут, почему ты молчишь? Не молчи, говори. Если тебе что-то не нравится, говори. Ну, я, как послушная жена, прислушалась к его мнению и начала говорить. А тут-то им не понравилось, когда я начала говорить. Но зато мне стало легче. И вот с того момента я поняла, что надо... Надо говорить. И... В первую очередь надо думать о себе. Вести себя так, как ты считаешь нужным. Как я поняла, идеально никогда ни для кого не будешь, как я хотела быть. Меня похвалили, сказали. Нет, я такой не стала. И... Стало легче. И... Муж опять, в принципе, никак не изменился. Он как-то сидел в доме, не хотел гулять. Я сюда с ребенком одна. Гуляли мы с ним на улице. Мы постоянно были на улице с самого рождения. Это вот, когда второй родился, муж уже стал больше внимания уделять нам. Гулять с нами. Куда-то нас возить. Выходные вместе проводим. И вот только с рождения второго ребенка я поняла, насколько казалось, что переезд это тяжело. морально очень тяжело, особенно, если во время этого переезда ты испытываешь потери, да? потеря, вот я считаю, что это была подруга, на которую я надеялась, что она будет рядом со мной. казалось мне, нет. И я до сих пор не отпустила эту ситуацию. Хотя я думала, что я отпустила. Но такие моменты, они дают тебе быть намного сильнее. менять себя, свое мышление. И вот только, наверное, через три года я начала как-то менять себя, думать по-другому. Думать в первую очередь о себе. Все равно хорошей ни для кого не станешь. И я скажу, что жизнь изменилась. В отношении мужа другого стало. Ну, он тоже, например, хочет, чтобы у нас все было хорошо. чтобы жизнь наладилась. Чтобы мы не ругались. Жили очень хорошо, да? Жили дружно. Он тоже вот этим заинтересован. Поэтому он начал меняться. Можно сказать, начал делать по-моему. Вот. Да, срывается, конечно, тяжело. всем театрором. Но хочу сказать, что ровно три года, три года я хотела обратно. Это вот последнее время. Я не хочу уже никуда ехать. Я понимаю, что все. Я там тоже не смогу. Я постоянно говорю, я уеду, я уеду. Ну, потому что не складывались отношения, да, с мужем. И в общем, как-то все давила. А потом я все это наклевала и решила, что здесь мой дом, никуда я не деду. Ну, и подала документы на гражданство. И еще, наверное, что мне больше всего изменило, дало такой скачок, силу мне дало. Это моя мама. Она приезжала два года назад на рождение здорового ребенка. И когда вот она сюда приехала, я почувствовала ту самую силу, поддержку в ее лице. И тогда я уже еще смелее стала. И мы очень много времени с ней проводили где-то вне дома. Где-то ездили, гуляли, ходили. Ребенок был маленький. Пару недель он только родился. На себя его повешали и все. Мы ходили спокойно. везде. Так я не могла с первым сыном, да? С первым сыном у нас было, как я после больницы. У меня тогда еще две операции было. Не то, как кесарево. Еще дополнительно делали. Да, на самом деле мне надо было ходить. Вот за это наверное я благодарна. Что мужу, что свекрови, что мне надо было двигаться, а не сделали для этого все. Они тупо сидели на диване. мужа взял отпуск, сидел на диване, с ребенком положатся сюда, спят они. Свекровь придет тоже, сядет рядом с ними, нафян все. Сюда положат ребенка и спят. И, а я что-то делала. сейчас вспоминаю, какое время было, когда второго родила, какая я была спокойная. У меня мама была, она помогала, и время больше с ребенком проводила. И какая я была нервная с первым ребенком, когда никакой помощи, никакой поддержки. У них помощь, это прийти с ребенка, выдержать его на руках. Да, сука, положите вы его в кроватку. Столько у нас было разных кроватки, вот и качать ребенка, да, подушки какие-то специальные, где ребенок может лежать, как в коконе, да, вот что-то такое. Положите, сука, вы его, пусть он лежит. Нет, блядь, его надо положить себе на грудь. Ложить его себе на грудь и лежать. Он спит и пиздеть, блядь. А Оксана упивается, что-то делать. Но зато хорошо. У меня быстро все зажило. А так, если бы вы меня заботились, я бы, наверное, долго все у меня заживало бы. Ну вот, с одной стороны, это хорошо, что они так делали. Мне надо было шевелиться, и я шевелилась. Быстро все зажило и уходило никакой поддержки. все самой. И нормально. Да, правда, после операции, говорят, надо шевелиться, чтобы шпак спайка не была. Я постоянно много ходила, что-то делала, я про этого боялась, что я хотела еще одного ребенка, и это меня мысль не оставляла в тупол, что надо ходить. и вот. В общем, после приезда мамы все стало по-другому. Силы на мне прибавила. Я думаю, блин, а почему с первым ребенком? Я никуда не ездила, и сидела постоянно дома, когда муж ходил, когда мы вместе можем куда-то переехать, да? Не знаю. подводя итоги переезда, что на самом деле это тяжело. Это очень тяжело, а недавно я прочитала такую статью, девушка, она тоже переехала с другого, с другой стороны, и она написала как адаптироваться в чужой стороне. Блядь, ну, один из пунктов такой. Найти себе друзей, общаться с местным населением. Ну, если я по жизни не общительная, я не разговорчивая, я и там, в своей стране, на своем языке, да, не была разговорчивая, не общительная, а тут, как я себя поменяю, заниматься своими привычными делами, если вы занимаетесь спортом, в тренажерном зале, ходите дальше. Хей, я там тоже не ходила в тренажерный зал, да, у меня не было хобби. Это тут как-то немцы уделяют внимание хобби. В Казахстане у нас такого нету. Хобби. Что это хобби? Оказывается, хобби, читать книгу, это тоже хобби. Этого я раньше не понимала. я считала хобби это что-то делать своими руками. Вот это для меня было хобби, да, такое. Оказывается, хобби готовить, хобби читать, хобби гулять. Да, у меня было хобби гулять. Хобби. Гуляла я с подружками после работы. Вот это было хобби у меня, наверное. любителей вот таких вот надписи. Не верь, не бойся, не проси. А, еще есть заебись. А, внутри. Да, не видно с оружием. Ну, муж любит такие надписи, братца-брата, но я не переношу такое. Ах!